Менингиальные симптомы – это ригидность затылочных мышц, это когда человек не может подбородком коснуться своей груди. Энтеровирусная инфекция в нашем регионе началась еще с 2000-х годов. На фоне пандемии COVID-19 энтеровирусной инфекции в городе не наблюдалось, но на сегодняшний день заметен рост данного заболевания. В этом году, с учетом, что на какое-то время было снижение заболеваемости по COVID-19, инфекция стала больше. Она еще связана с тем, что жаркая погода слишком, люди выходят на отдых, на берег Иртыша, аквапарк и другие места. У нас скучность появляется, едут на отдых, на лаконь. То есть вот эта инфекция, она как раз передается еще водным путем. То есть где скучность населения, вот с этими связано, что идет рост. И сказать, что эта инфекция протекает тяжело, конечно, я бы не сказал. Даже вот сейчас у нас встречается разная клиническая форма интеровирусной инфекции. У кого-то в виде кишечной инфекции, то есть появляется рвота и диарея, потому что она может передаваться и пищевыми продуктами, и контактным путем, и еще передается воздушно-капельным путем. Летний период для станции скорой медицинской помощи города Семей является самым ответственным и трудным. Только за прошедший месяц за сутки на линиях станции поступало более тысячи вызовов. В июле месяц у нас более тысячи вызовов за смену. Доходит до 1200. Получается тысяча, и там дальше до 1200 максимально. С самим основным летним периодом что бывает? Ну, в основном это тенденция к тому, что идет, возможно, что увеличение кишечной инфекции. Также это, скорее всего, связано с погодными условиями, что можно так сказать, что жарко и несоблюдением, возможно, тепловых факторов. И часто всего встречается это у детей повышение температуры, кашель, боль в горле, такие диагнозы, как ОРВИ, пневмония, ангины бывают, кишечные инфекции связаны. Также это увеличение количества полученных травм детьми. Возможно, это связано с тем, что на самом деле дети в основном находятся на игровых площадках, где они получают травмы за счет падения с высоты, с горок, удары от качель бывают. Это не специальное получение травм. За счет этого и увеличивается количество вызовов. От общего количества вызовов за сутки на выполнение по детскому населению составляет 300-400 вызовов. Из них в среднем в помощи нуждаются 40-50 малышей до года. У нас 8 линий, получается, 103. Полностью к нам поступают все звонки не только с города семей, а также с нашей области, с нашей новой области Абай. Полностью к нам поступают звонки, принимают их диспетчера, фельдшера, которые имеют опыт работы. Они проводят полностью обработку данного вызова и потом с помощью нашей информационной системы передают на исполнение бригадам. Бригады выезжают в зависимости от категории и срочности на исполнение данного вызова. И дальше работают конкретно на данном вызове. Все зависит от того, от повода, с чем вызвали. Если эти вызова требующие госпитализации, и получается, бригада отработав на данном вызове и дальше госпитализирует пациентов. Если же необходимо оставить дома, пациент не заслуживает внимания по оказанию нашей помощи, но не заслуживает внимания по госпитализации, то данных пациентов мы оставляем на дому с дальнейшим, с последующим лечением по месту жительства в ПМСП. Дальше мы, как говорится, передаем сигнальные листы, активы. У нас идет прямая взаимосвязь со всеми как лечебными учреждениями, так и с ПМСП, то есть с поликлиниками. Многое зависит от нас самих, кроме продуктов питания. В каком состоянии они добираются уже до прилавка магазинов, общепитов и рынков города, об этом забудется санитарно-эпидемиологическая служба города. На сегодня мы работаем с заявлениями письменного характера от жителей города. В большинстве случаев они направлены на кафе, столовый города. Это звуки, запахи, доносящиеся от этих мест. В основном находящиеся в одном доме общепиты приносят дискомфорт по этим причинам жильцам. В большинстве случаев кишечной инфекции отравления происходят от молочных продуктов, мясных продуктов. Поэтому при продаже данных продуктов питания нужно серьезно следить за его сохранностью. Покупая и приходя домой, нужно продезинфицировать продукты, чтобы обезопасить себя. Всем известно, что при 100 градусах паразиты вымирают, поэтому необходимо прокипятить. На сегодняшний день жалоб от семичан в связи с ухудшением здоровья из-за какого-либо общепита города не поступало. С 1 января 2020 года сроком на три года вступил в силу мораторий на проверки субъектов предпринимательства. Под действие моратория попадают субъекты, относящиеся к категориям малого бизнеса и микропредпринимательства. На сегодня нами проводятся проверки планового и неплавного характеров. Но хочу сказать, всем известно, что указом президента вступил в силу мораторий на проверки малого предпринимательства. Проверки там на законном уровне не проходят. А так проверки ежегодные проходят в средних и крупных предпринимательствах города. Два года назад мы столкнулись с коронавирусной инфекцией. Это внезапное заболевание, которое поразило организмы людей и, к сожалению, унесло много жизней. Мы не сдались, и на сегодняшний день наши организмы сильны против данной болезни. Все благодаря вакцинации. Как показывает статистика, вакцинация против COVID-19 прошла успешно. Какая эпидемиологическая обстановка в городе на сегодня и какая по счету пройдет вакцинация, подробнее об этом узнали у специалистов. К сожалению, сейчас в июле месяце идет рост заболеваемости COVID-19. Но уже проявления не такие, как были в предыдущие года. То есть пациенты переносят данную инфекцию уже более легче. Нету таких пневмоний, которые были в 2020 году. Но связать с чем это можно? С тем, что так как была массовая у нас вакцинация, и это повлияло все равно на течение данной болезни. И те пациенты, которые получили вакцину, они все-таки переносят данную инфекцию намного легче, как обычно, ОРВИ. На сегодняшний день проводим третий тур, ревакцинация, и четвертый тур, повторная ревакцинация. То есть если пациент получил первый и второй тур вакцинации, то через 6 месяцев все категории лиц могут получить ревакцинацию. И также могут получить повторную ревакцинацию. То есть если от обычной первичной ревакцинации прошло 6 месяцев, могут получить повторную ревакцинацию только определенные категории лиц. Это медицинские работники, педагоги, лица старше 50 лет, сотрудники медико-социальных учреждений и правоохранительных органов. Здоровье человека напрямую зависит от его образа жизни. В современном мире активный образ жизни в тренде. Это очень хорошо. Результат здорового образа жизни не только красивое, но и здоровое тело. Те люди, которые серьезно болели и много времени провели в больницах, знают цену всему этому. Здоровье – это фундамент, на котором строится жизнь человека. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!